Приветствую вас. Ага, давайте разберёмся с тем, что вы написали. Вы пишите, что у вас всё время одна и та же ситуация, значит, вы выбираете А. Похожих мужчин. Б. Ведёте себя с ними соответствующим образом. То есть, нужно разбираться, каких мужчин вы себе выбираете, это первое. И второе. Нужно анализировать ваше поведение с мужчинами, в том числе и с вашими родителями. Потому что именно из родительской семьи вытекает первичная модель гемберного поведения. Вот. Это первое. Второе. Недавно я начала общаться с парнем. Пишите, что вы видите с его стороны сильную симпатию. Как она проявляется? В чём? Он проявляет инициативу, зовёт гулять и т.д. Недавно у нас дошло до поцелуев. С сексом я не спешу. А как вы относитесь к сексу и поцелуям? После я уехал в отпуск, у меня не было 10 дней. Терпитывались каждый день. Три дня назад вернулась, а он до сих пор не позвал увидеться. И что? То есть, такое впечатление, что вы это восприняли на свой счёт аноним. То есть, вам от этого как будто бы хуже. Но не позвал увидеться и не позвал увидеться. Может быть, вы уехали именно в такой момент, когда у человека только-только начало вырабатываться к вам какое-то притяжение, да? Он начал к вам привыкать, вы уехали, и это всё немножко сбилось, разрушилось. То есть, здесь как бы, ну, не является показателем тот факт, что он столь раз не позвал с собой гулять. Может быть, он считал, что вы придумали отпуск для того, чтобы от него сбежать, к примеру. Я понимаю, что это довольно глупо слушать, но, тем не менее, вполне реально. То есть, что для вас значит, что он не позвал нас увидеться дальше? Хотя переписываемся даже каждый день. Думала, что дела у него, как всегда, мы, девушки, думаем. Причём здесь, как всегда, мы, девушки, не очень понятно. Что-то вы думали, что у него дела, это рационализация. То есть, попытка объяснить. А, ну, вот вчера, ну, вчера, вот он ходил, ходил гулять. И так всегда. Всегда что? Может, я что-то делал не так? Что-то делаете не так? Для чего? Чтобы что? Я показываю, что мне тоже интересно. Конечно, я могу... Как вы показываете, что вам интересно? Конечно, я могу и сама позвать, а мне хочется почувствовать заботу, что я нужна. А себе вы нужны? Знаете, какая штука? Вы отношения строите с мужчиной для того, чтобы почувствовать, что вы нужны, чтобы почувствовать заботу. Получается, что вам этого не хватает. Получается, что вы пытаетесь это возместить за счёт своего мужчины. А это так не работает. Вам нужно, сперва, обрести гармонию в себе, безусловно, принять себя, на отсутствие чего указывает ваша бодренность в заботе и нужности. И после этого сможете принять другого человека. Думала, он ждать будет меня, сразу захочет увидеться, заскучится. Но вот это, понимаете, это опять же потребность во внимании. Это потребность в собственной значимости. А это означает, что вы сами на себя ответственность за значимость не берёте. Вы не реализуетесь, вы не развиваетесь, вы сами чего-то не достигаете. Вы ориентируетесь сильно на мужчин. Дальше. Вот не знаю, что ему сказать прямо. Ничего. Просто позвать гулять. Если вы хотите отношения с этим человеком, просто позвать его гулять. Других вариантов нет. Потому что все ваши претензии сейчас будут необоснованными. Ибо вы не настолько близки. Вот. Если я человек с серьёзных отношений, если мы что-то начинаем, то чтобы нормально всё было, а не вот эта кинетель. А что значит нормально всё было, то здесь чувствуется у вас такая родительская позиция. Понимаете, отношения это очень такая тонкая и деликатная материя. Что значит серьёзные отношения? Вы не можете найти фразу серьёзных отношений. Да и само понятие серьёзные отношения, сама фраза серьёзные отношения, это очень относительно. Потому что для одного человека это серьёзное одно, для другого человека это серьёзное другое. То есть вы, например, поцеловали, да, для кого-то это всё прям, а будет чуть ли не до свадьбы. То есть здесь как бы всё относительно. Это первое. Второе. для чего вам серьезные отношения? Зачем это второе? Третье, почему вы обесцениваете? Вы говорите, вот это канитель. Это не канитель, это нормальные этапы отношений. Возможно вы слишком здоровытесь, возможно вы слишком успешите развивать именно серьезные отношения, а мужчина к этому не готов. Но для чего вам это? Может быть вы таким образом избегаете близости, вы боитесь близости. Это возможно. Это было бы возможно, если бы вы что-то пристали в себе и что-то в себе не принимали. А может быть, вам чего-то очень нужного, вы пытаетесь этого достичь, но не хотите брать на себя ответственность за это. Дальше. Или просто забить. Забить на что? Честно, уже даже не хочется видеться, потому что наступило разочарование в том, что вы не получили то, что вы хотели. Но вы не должны были получить то, что хотели. Дальше. Мужчины часто жалуются, что явцы сразу усложняют. Но вот что усложняет, я не понимаю. Вы усложняете то, что вы требуете от отношений слишком много. То есть вы спешите, вы форсируете отношения. А мужчины к этому не готовы. И вы ориентируетесь в отношениях на себя, а не на человека. То есть вы в отношениях хотите получить что-то для себя. А отношения гармоничнее строятся тогда, когда человек принимает другого таким, как он есть, и заинтересован в нем. Вы заинтересованы в себе в отношениях, а в гармоничных отношениях люди заинтересованы друг к другу. А вы в мужчине не заинтересованы. Понимаете? Именно в нем, чтобы ему было лучше. Правда, если бы это было так, вы бы его позвали погулять, видя его. То есть отношения такие должны быть. Он хочет, а он гуляет, и когда захочет, придет ко мне. Нет. 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 Конечно, нет. Просто здесь есть тонкость. Понимаете, какая? В начале отношений, как бы да, он может гулять и может потом к вам приходить в начале отношений. Вот вы с ним какое-то время общаетесь. Вот вы с ним какое-то время проводите вместе. Вот вы демонстрируете человеку, там, ну, к примеру, да, свою симпатию, вот, и так далее. И если в результате этого человек к вам, значит, внимания не проявляет, да, то есть он не хочет с вами проводить, ну, больше времени, то это означает, что это просто не ваш человек, и все, и все. Но чтобы он хотел с вами быть вместе, ну, не чтобы вас объединяло достаточное количество вещей, чтобы у вас, ну, чтобы было много общего, чтобы вы подходили друг другу, как мужчина и женщина, то есть чтобы вы были той женщиной, которая, ну, его устраивает, которая подходила бы ему, как мужчине, и чтобы это было мужчине, который подходил вам, как женщине. То есть вот эти все вещи изначально, они, они делаются для того, чтобы помыслить шанс того, что мужчина захочет проводить с вами время. Вот. Вот это какая штука. Еще очень важно, наше эго-состояние людей, тут людей, тут насколько совпадает эго-состояние. То есть вы, у вас, эм, э, детское эго-состояние, отвечающее за чувства и за желания, оно у вас хаотично. Оно у вас хаотично и проявляется, э, ну, такими, знаете, э, порывами, да, порывами проявляться. Из-за этого мужчин вы выбираете себе таких, у которых детское эго-состояние развито достаточно сильно-сильно, потому что вы хотите, чтобы, э, э, ну, чтобы в них было то, чего нет вас. Вы видите в них то, чего, э, э, нет вас. Из-за этого возникает тоже дисбаланс, и поэтому у вас не получается построить отношения, то есть нужно, нужно подбирать таких людей, людей, э, совокупность эго-состояния, которых совпадает, либо в себе, в себе, э, э, развить эго-состояние детское для того, чтобы, чтобы было больше совпадений, э, э, с мужчинами, которые вас привлекают. Да, потому что совпадений нет, из-за этого отношения не строятся. Вот. Вот так, в принципе, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Э, на этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!